Здравствуйте! Это программа «Репортер». Я Алексей Коноплев. Несмотря на то, что до начала чемпионата мира по футболу еще далеко, тысячи самарцев уже мечтают попасть на главные события мирового спорта. Хороший для этого вариант – стать волонтером. Репортер побывал на официальном открытии волонтерского центра чемпионата мира по футболу в Самаре. И специально для вас узнал заветные сроки начала приема заявок для волонтеров. В российских городах, готовящихся принять чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года и Кубок конфедерации 2017 года, одновременно открылись центры по подготовке волонтеров. В Самаре новый центр торжественно открыли на базе Самарского государственного аэрокосмического университета. Тех, кто мечтает стать волонтером, с приветственной речью встретили представители всех региональных и муниципальных структур, готовящих город к чемпионату мира 2018 года. Они рассказали активным самарцам, какие задачи будут стоять перед волонтерами. Основная задача – рассказать о том, какой наш город красивый, как он хорош, где у нас можно посмотреть туристические достопримечательности, архитектурные достопримечательности, показать, какие самарцы гостеприимны. Отбор в команду волонтеров будет проводиться не только среди молодого поколения. На пресс-конференции открытие волонтерского центра отметили, что с радостью примут и людей более старшего возраста. Как это было и на Олимпийских играх, я думаю, это будет сейчас. Не только молодежь будет иметь желание выступить в качестве волонтеров на чемпионате мира, но это будут люди более старшего возраста. Для того, чтобы стать волонтером, необходимо подать заявку через официальный сайт. Но пока всем активным, спортивным и неравнодушным стоит подождать старт работы волонтерского центра и тщательно подготовиться. Отбор будет производиться серьезный. Старт набора волонтеров в нашем центре, как и по всей России, запланирован на второй квартал 2016 года. Как раз вот это будет такая отправная точка, когда мы начнем во всеоружии свою работу. На открытии нового центра будущим добровольцам также подробно объяснили, где и как будут работать волонтеры чемпионата мира по футболу 2018 года. И главное, как будет проходить отбор, какие навыки желающим присоединиться к этому движению нужно развивать уже сегодня. Ведь попасть в команду волонтеров – огромная ответственность. Волонтеры станут лицом турнира, его визитной карточкой. И от них зависит, какие впечатления останутся у болельщиков и участников чемпионата о нашей стране и этом замечательном событии. Ну а следующий сюжет тоже для неравнодушных. Скоро в городе появится много новых социальных плакатов. Лучшие проекты назовет строгая жюри конкурса «Мы выбираем жизнь». Как выглядят работы и может ли плакат изменить мышление и жизнь? Следующая история. Будущий мастер издательского дела Светлана Громова. Планы на жизнь изменить этот мир к лучшему. Планы на сегодня начать делать это уже сейчас. Студентка одного из самарских вузов торопится на конкурс. Она уверена, что ей равных не будет. Три дня и три ночи девушка думала, какой социальной рекламы не хватает в городе. Просто села и начала на бумажечке записывать, какие у меня есть идеи, что бы я хотела сказать людям. Вот, так и придумала. Пока Светлана загружает в компьютер свои идеи, в Самарском доме молодежи продолжается прием работ. Конкурс «Социальная реклама. Мы выбираем жизнь». Свои размышления на эту тему надо вынести на бумагу. Жанр свободный. Это работа студентов Самарской, Поволжской социально-гуманитарной академии. Классическое воспитание здесь взяло верх. Ребята по старинке нарисовали стен газету. Ученики Чапаевской школы освоили разноцветные шрифты. Учащиеся одного из самарских вузов и вовсе замахнулись на портрет. Оценивать творческие порывы теперь предстоит жюри. Будут оценивать, собственно говоря, больше вреда или пользы в данной социальной рекламе, что очень важно. Ведь мы всегда понимаем, что грань достаточно тонкая. Участвовать в проекте приглашают молодежь от 14 до 30 лет. Для тех, у кого не очень интересование, могут заявиться в номинации «Флэшмоб». И это не обязательно должно быть действовать в одинаковых нарядах. Главное – социальная значимость и помощь. Участница конкурса Светлана Громова тем временем видит впервые свою работу в полном цвете и размере. С детства нам все говорят быть ответственным. Ответственным по отношению к учебе, по отношению к словам, делам. Но редко говорят «Будь ответственным к своему телу». Ее идея отправляется ждать своего часа, а Светлана Гордая собирается домой. Если повезет, ее плакат станет баннером. Лучшие работы покажут на всех городских улицах, правда, уже в следующем году. Творите добро, несите свет, и вместе мы сделаем этот мир гораздо лучше. До встречи в понедельник. Увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok